В Казахстане заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла почти в 20 раз. Переход Восточно-Казахстанской области в Красную зону, ужесточение ограничительных мер, необходимость ревакцинации, что ждет Восточно-Казахстанскую область в ближайшее время. В штатном режиме допускается обучение лишь тех студентов колледжа и вузов, которые завершили полный курс вакцинации. Школьники учатся дистанционно, а проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений строго запрещено. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, жители Восточного Казахстана столкнулись с рядом изменений. Циркулирование нового штамма «Омикрон» и переход региона в Красную зону по темпам распространения коронавируса привели не только к ужесточению ограничительных мер, но и к срочной необходимости проведения ревакцинации среди населения. На 14 января первым компонентом в Казахстане привито более 9 миллионов человек, вторым компонентом – 8,5 миллионов. Известно, что для ревакцинации доступны следующие препараты – Казвак, Верацел, Файзер лицам старше 60 лет. А также в конце января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина «Спутник Лайт». Врач-эпидемиолог-иммунолог рассказал о новом штамме коронавируса и о том, зачем и почему казахстанцам обязательно нужна ревакцинация. Его отличие от привычного нам уже штамма дельта – это то, что он протекает в более гриппоподобной форме. Многие говорят, что он протекает более легче, чем штамм дельта, но тем не менее по официальной позиции ВОЗ этот штамм обладает либо такой же опасностью для человека, как штамм дельта, либо характеризуется немного меньше опасностью для здоровья человека, чем штамм дельта. Но тем не менее все еще продолжает быть достаточно опасным для людей со сниженным иммунитетом, с заболеваниями сердечно-судистой системы, нервной системы и также лиц, состоящих на диспансерном учете. Отличительной чертой штамма омикрон является его высокая скорость распространения. Он в пять раз более заразный, чем дельта-штамм. Также его отличает сниженный инкубационный период. Если в случае с предыдущими штаммами он мог длиться от пяти дней до двух недель, то омикрон имеет значительно меньший показатель – всего два-три дня. Положительный прогноз выглядит следующим образом. Люди будут быстрее выздоравливать, и от коронавируса в целом мы избавимся быстрее. Но может случиться и так, что количество штаммов будет продолжать увеличиваться, сообщают специалисты. В любом из сценариев неизмены остается необходимость ревакцинации. При ней задействуются уже имеющиеся у нас клетки памяти, и в ответ наш организм усиленно начинает вырабатывать антитела на уже известный при повторном контакте белок коронавируса. В этом и заключается суть ревакцинации. Эти вакцины могут имитировать заражение клеток, благодаря чему вызывается более сильный, более агрессивный иммунный ответ на заражение. И, как следствие, появляется у человека более стойкий, более продолжительный иммунитет к конкретному заболеванию. Если будет необходима, вакцина против новых штаммов коронавируса может быть разработана в течение 10 дней, а также еще 45 дней потребуется на ее одобрение и введение, собственно, в использование. Однако, такой необходимости на данный момент нет. Как отмечают специалисты, все вакцины были спроектированы под изначальные штаммы коронавируса. Но, учитывая то, что пандемия длится уже второй год, неизменно появляются все новые штаммы. Врачи успокаивают. На данный момент они еще не мутировали настолько, чтобы созданные изначально вакцины не были эффективны. По имеющимся на сегодняшний день данным, эффективность существующих вакцин против штамма Omicron ниже, но, тем не менее, она сохраняется на уровне 60-75%. Карина Мурадова, Максат Нигметов, Алтаекпарад.